Сегодня объявлен старт юбилейного 20 сезона конкурса «Моя страна, моя Россия». Организаторы называют это событие главным для всероссийского соревнования. Состоялось оно в стенах Совета Федерации. В рамках торжественного открытия победители прошлых лет презентовали свои проекты и рассказали о своем опыте участия в конкурсе. В нашей студии я рада приветствовать научного руководителя конкурса «Моя страна, моя Россия» Ларису Пастухову. Лариса Сергеевна, приветствуем вас. Здравствуйте. Итак, 20 лет – это такой серьезный срок. Расскажите, каких результатов удалось добиться за это время? Действительно, конкурс «20 лет» был придуман в 2003 году. Это был первый всероссийский семинар-совещание, направленный на развитие молодежного парламентаризма. И тогда с идеей проведения такого конкурса выступили команды единомышленников. Мы были студентами из разных регионов Российской Федерации. Это Калининград, Новосибирск, Москва, Подмосковье, Рязань. О том, что в России должен появиться такой конкурс, который позволил бы молодежи из разных российских регионов, городов и сел обмениваться своими идеями, своими практиками или уже реализованными проектами, направленными на социально-экономическое развитие российских территорий. Конечно, тогда, 20 лет назад, мы не думали, что конкурс будет иметь такое продолжение, что он объединит тысячи молодых людей. Когда уже мы будем взрослыми, они будут со своими проектами приходить в конкурс. То, что конкурс войдет в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», но так или иначе прошло 20 лет, и вот сегодня юбилейный сезон был открыт. 2023 объявлен годом педагога. Вот это учитывается каким-то образом в этом году? Да, год тематический, год педагога и наставника. Отмечу, что многие называют наш конкурс своего рода мониторингом тех проблем, тех острых вопросов, которые есть в регионах именно глазами молодежи, потому что традиционно номинации охватывают весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий. То есть это и сельская тематика, и вопросы образования, и вопросы городского развития. Но мы всегда каждый год делаем акцент на той или иной профильной теме. И в этом году педагогическая тематика будет сквозной. То есть мы расширяем границы для участия в нашей педагогической номинации «Моя педагогическая инициатива». Мы, так или иначе, компонент, связанный с образованием, с поддержкой педагогического образования, включили в тематические линии конкурса. Но будет еще одно важное событие. Я вот не случайно сегодня с этой птицей. Уже очень давно, еще до пандемии, наши выпускники, с 16-го года работает ассоциация выпускников конкурса, придумали такой формат живой экспедиции в регионы. И мы не могли его реализовать в живом формате, поскольку была пандемия. Но был онлайн-формат. В этом году состоится реальная экспедиция в российские города и села к педагогам-новаторам, которые прошли конкурсный отбор в 2022 году с целью изучения их опыта и популяризации. И вот внутри конкурса, внутри нашего сообщества, мы провели такой творческий конкурс, символ, символ экспедиции, педагогической экспедиции. И была придумана вот такая птица. Это собирательный образ разных птиц, которые так или иначе есть в Российской Федерации. Мы назвали ее птицей общероссийской гражданской идентичности. Ну и, собственно, тот подарок, один из тех подарков, который получат педагоги-новаторы в ходе этой экспедиции. Поэтому экспедиция станет такой вишенкой на торте в юбилейном сезоне. Вы сказали, что каждый год так или иначе меняются номинации, появляются новые, какие-то, может быть, уходят. А какие из них наиболее популярны год от года? Ну, конечно, за 20 лет многое изменилось и в нашей стране. Конкурс был придуман, когда принимался 131-й закон об общих принципах организации местного самоуправления. Тогда акцент основной делался именно на развитие, на участие молодежи в развитии муниципалитетов. Это первые такие, скажем так, конкурсные события. Сейчас это весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий. Но всегда молодежь участвует в большей степени в тех номинациях, где болит. Потому что проекты конкурса очень отзывчивые и очень такие. Это, по сути, мониторинг того, что пока еще не очень получается в российских территориях. Традиционно номинация «Мое здоровье», связанная с здоровым образом жизни, с здравоохранением, это одна из топовых номинаций. Номинация «Экология моей страны». Опять же, если мы смотрим в разрезе российских регионов, то «Зеленые территории» там проектов экологических мало, а там, где промышленный регион, там, где мы понимаем, что это такая болевая история, молодежь на это реагирует и через свои проекты идеи предлагает. Если это номинация «Мой город», понятно, что она актуальна в основном для городской молодежи, потому что ребята живут в населенном пункте, они видят, что хотели бы изменить, и свои идеи предлагают. Надо отметить, что традиционно это не просто, так сказать, реферат или три страницы сочинения. Это проект, который оценивается нашими экспертами серьезной системой критериев. И там есть финансово-экономическое обоснование, там есть обязательно привязка проекта к той территории, где молодой человек планирует его реализовать или уже реализует. И, конечно, это серьезное одномоментное исследование и такая практическая инициатива, потому что наши эксперты смотрят на то, а получится ли этот проект реализовать на практике. Поэтому номинации очень разные, популярные. Я всегда говорю о том, что от 14 до 35 лет у нас участвуют молодые люди в конкурсе. Понятно, что за каждым участником стоит педагог-наставник. И мы некоторое время назад, когда стали работать с Российской академией образования, придумали педагогическую номинацию «Моя педагогическая инициатива». Она тоже, отвечая на ваш вопрос, одна из самых популярных. В ней уже участвуют педагоги со своими инновационными идеями. Но есть какие-то конкретные истории успеха участников конкурса прошлых лет? Потому что это самое интересное. Мне всегда очень тяжело отвечать на этот вопрос. Почему? В прошлом году почти 95 тысяч проектных инициатив. За каждой проектной инициативой стоит лидер и проектная команда. И понятно, что о каждом рассказать невозможно. Но так или иначе есть победители, и мы ими очень гордимся, потому что они объединяются и в ассоциацию выпускников, начинают свой профессиональный путь. Либо в регионе, где получают образование, либо переезжают куда-то. Но так или иначе, это такие вот наши звездочки, наши выпускники, которые через свои проекты помогают нашей стране становиться лучше. Несколько приведу примеров. Например, молодой архитектора Екатерины из Воронежской области. Она получила архитектурное образование, и ее замысел, который уже реализован на практике, это строительство жилья из мусора, то есть такое экологическое жилье после переработки и так далее. Воронежский архитектор, несколько лет назад она победила в нашем конкурсе, сегодня этот проект реализуется на практике, и технология тиражируется в том числе в другие субъекты Российской Федерации. Сегодня в Совете Федерации ребята рассказывают о своих проектах. Приехал молодой фермер из Иркутской области, он закончил ВИГИК, но когда-то вернулся на каком-то этапе в родную Иркутскую область и организовал сыроварню. Вот уже на протяжении нескольких лет несколько видов сыров, которые импортируются. И, в общем-то, он развивается и как молодой предприниматель, и как молодой фермер. Наша прекрасная Юна Никишкина из Липецкой области, она и социальный предприниматель, и при этом очень интересно работает с детками с ограниченными возможностями здоровья. Она придумала игровую технологию, азбуку «Дактиль», которая помогает ребятам осваивать грамоту, в общем-то, имея определенные ограничения. И таких проектов очень много. Как правило, у каждого из этих проектов есть социальная значимость и тот необходимый важный социальный эффект. А какой процент в целом тех работ, которые заявляются на конкурс, потом получают воплощение в жизнь? Например? Я скажу честно, и не буду лукавить, конечно, мы не ведем мониторинг по всей линейке участников. Это практически невозможно, это огромная работа. Но совершенно точно сопровождаем и смотрим наших финалистов и те, кто, может быть, не стал победителем, но прошли в финал. Ежегодно это там 700-600 человек. Как правило, две трети проектов получают практическую реализацию. И здесь есть, когда задают вопрос, как это получается, так устроена конкурсная документация, когда ты заполняешь конкурсную заявку, ты уже задумываешься, с какой командой ты этот проект будешь реализовывать, кто потенциально тебе может помочь в регионе, в муниципалитете. Или, может быть, вслед за конкурсом ты подашь свой проект, допустим, в фонд президентских грантов, и получишь возможность финансовую для реализации этих проектов. Мы мониторим, помогаем ребятам. И, собственно говоря, работая, у нас экспертный совет, возглавляет Лилия Словатова-Нагумерова, мы ежегодно отрабатываем каждый кейс, каждого победителя с его проектом, направляем письма и главам субъектов, и где-то, возможно, потенциальным партнерам из бизнеса, которые эту инициативу могут поддержать. И где-то это, ну, говоря таким молодежным сленгом, выстреливает, и для ребят действительно становится первым серьезным проектом, где-то первым рабочим местом. Ну что ж, спасибо вам за интереснейший рассказ, удачного проведения конкурса в этом году. О 20 сезоне конкурса «Моя страна, моя Россия» мы говорили с научным руководителем конкурса Ларисой Пастуховой. «Моя страна»